Книга открытым оком, 6 том, вопрос 1548. Тема богослужения. Когда батюшка к вам приезжает и вы одни ведете богослужения, то назвали эти моления так называемые апостольские служения. Что это такое и откуда это название появилось? Разве во времена апостолов не так служили, как идет богослужение в православной церкви и откуда это известно? И почему упрекаете священников за их властность? Они почину выше нас и нам не положено запросто к ним относиться. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так называемые в кавычках эти слова и показывают, что это только попытка подойти к тому свету, какой был в первоапостольской церкви. Известно же нам это из священного писания, что богослужения тогда проводились более похожи на то, как сегодня у баптистов, а наши похожи на ветхозаветные иудейские в новом оформлении. Столько у нас зашифровано, столько непонятного. На одной мистике людей тянут к исповеди, а не к истинному свету. Мы сократили богослужение, что положено говорить священника удалили. Служба сделалась намного короче. За время мы заполнили несколькими проповедями. Наш епископ специально для этого рукоположил 8 чтецов. Название, так называемое в кавычках, не отвечает сути, а выражает желание, тоску по первоапостольской духовной высоте. Нет той радости служения в Духе Святом, а это надо иметь бы всюду и всегда. Мы все еще в становлении и в поиске кратчайших путей по этому вопросу. Если вам будет это интересно, то прочитаю несколько выдержек на эту тему из книги Иванова Петра «Тайна святых». Через несколько веков мы точно удостоверяемся, что выборы у полномоченных в церкви в послеапостольское время занявших место начальников и священнослужителей клир часто не соответствуют высоте цели задачи. Так, например, святой Григорий Богослов неоднократно свидетельствует, что народ ищет не иереев, но ритеров, не строителей душ, а хранителей имуществ, не священников чистых, а сильных представителей, кавычки закрытых, то есть обладающих способностью заискивать у сильных мира сего. Из церковной истории мы знаем, что служителями церкви бывают не только малодуховные, но и явные нечестивцы. Таким образом, можно сказать, немощь церкви, нарушение братолюбия, создала потребность в новом учреждении людском. Членами этого учреждения являются выбранные от народа. Хотя апостолы возлагают на них руки, благословляют на служение, однако это не может защитить новое учреждение от лиц недостойных, ибо народ волен поставить над собой кого ему угодно. Выбирая необходимых для порядка и служения в церкви людей, народ как бы вручает им право начальствовать над собой и налагать различные дисциплинарные взыскания. Апостолы же не приемлют этой власти, хотя в ней и явилась необходимость в церкви, ибо иной род в церкви – род Христов, о котором сказано. Матфея 12.20. И вот, как делаем мы все время, изображая первые славнейшие времена церкви, бросим взгляд в будущее. Что видим мы вдали веков? Мы наблюдаем, как постепенно исчезает, как бы прячется, апостольский свет великой любви к братьям, пустеет в самом центре христианского общества, и в то же время растет, организуется повелевающая власть в церкви. С нисходя иерархическим ступеням, подобно государственному устройству, она объемлет Христово общество, и по-человечески, увлекаясь своей организацией, она творит все новые и новые служебные церковные степени – папы, патриархи, митрополиты, кардиналы, архиепископы, протопресвитеры, архимандриты, игумены, протидиаконы, викарии и прочее. Как будто для удобства управления, а на самом деле все более и более теряя свою первую любовь, ибо все труднее любить и все приятнее повелевать. И свет внутренний уступает свое место наружному блеску тиар, митр, бриллиантовых нагрудных знаков, роскоши, парчи. И все незаметнее при общем богатстве церкви, при великолепии ее ритуала, кажется живой апостольский свет, уходит в дерби, одевается в лохмотье, украшает себя тяжелыми и грязными железными цепями, несет на себе тяготу церкви, ставшую поистине почти непереносимой. Чрезвычайно редко выбранные народом для церковного служения, а также избранники Божьей. Но и эти редкие гости иерархического строя будут большей частью гонимы, или не жильцы на белом свете. Посмотрите в житиях святых, как мало в последнем тысячелетии долговечных святых епископов. Какой пророческий образ в деяниях апостолов, первый выборочный от народа для служения в церкви, в то же время избранник Божий, святитель Стефан, как бы спешит принесить тебя в жертву за грех народа. Учреждения выбранных от народа в апостольский век повсеместно существуют, хотя еще очень слабо выражено. Апостол Павел везде поставляет пресвятеров, старейшин, то есть, как это принято у апостолов, возлагает руки на выбранных от народа. Встречаются именования всех главных степеней будущего иерархического строя. Однако, как говорит святитель Иоанн Златоуст, в апостольское время терминология была неустойчива, епископ назывался и пресвитером, и диаконом. Невозможно также установить, в чем заключались функции этих выбранных от народа. Что пресвитеры, диаконы и епископы не имели важного значения в церкви, свидетельствуют те невысокие требования, которые апостол Павел предъявляет кандидатам в епископе. И пресвитеры, муж одной жены, не убийца, не пьяница и прочее. Конечно, не среди духовных искали людей с такими качествами, ибо странно было бы говорить о духовных, что они не должны быть пьяницами. Как людям недуховного состояния, народ был склонен относиться к своим выбранным без особого уважения. Поэтому в учении, в 12 апостоле, сказано, не презирайте их, ибо они должны быть почитаемы вместе с пророками и учителями. 15 глава. Апостол Павел говорит, 1 Тимофея 5.17. Все это говорит о каких-то новых должностных лицах в церкви, которые только что еще формируются, не имеют определенного назначения, вернее сказать, духовного назначения, а исполняют всячески организационные и хозяйственные работы. Но некоторые из них, хотя это и входит в круг их обязанностей, трудятся в слове и учении, подобно первомученику Стефану, который был выбран в пищися столах, но как избранник Божий, исполнил бен мудрости и духа и совершал великие знамения в народе. Деяние 6 глава с 8 по 10 это стих. Понятно, почему дело обстояло именно так. Церковь во времена апостольские дышала благодатным светом. Этот свет являлись собой избранники Божии. Духовные, совершенные, их не выбирал народ, они существовали как чудо. Апостолы, пророки, учителя. Что касается управления, то по древнему воззрению всякая отдельная христианская община, церковь, она свободна, независима и является на земле частью небесной Божией церкви. Высшая власть в ней принадлежит Екклесии, общинному собранию, членами которого являются все верные общине, со включением в начале женщин. Глава Екклесии Христос. Он невидимо присутствует на собрании общины и через нее осуществляет свою волю. Поэтому Екклесия действует от его имени. Всякая же должностная власть, которая стояла бы над собранием, исключается. Слово Божие господствует над Екклесией и дает решение по всем вопросам общинной жизни. Оно выражало свою волю через харизму. Иметь харизму значит иметь духа. В сущности, в общине могли иметь духа. Поэтому каждый мог сообщить, что говорит ему Дух Святый. Однако, если собрание было деловое, например, по вопросам общинной жизни, об избрании какого-нибудь лица на службу церкви, разрешения от греха, церковной дисциплины и прочее, собрание, выслушав лиц, имеющих откровение по этому вопросу, харизму, выражало свое согласие или отказ. Быть может, в случае отказа молились и ждали новых откровений. Постараемся дать теперь понятие о духовной жизни апостольского времени. Обратимся к некоему сравнению. В совершенстве церкви есть полнота ее озарения светом Духа Святого. Это белый день верующих. Этот день длится от первого великого гонения до рассеяния всех и образования отдельных общин. Состояние церкви этой эпохи для нас совершенно непонятно. Но трудно перенестись нам и во времена апостольские. Продолжая сравнение благодати Духа Святого с Дневным Светом, мы можем о себе сказать, что этот свет в наше нынешнее время слабо пробивается сквозь очень загрязненные, покрытые паутиной стекла, почти никого и ничего не освещая. Между тем, в первом веке церкви, хотя и не сиял, как полуденное солнце на чистом воздухе, но все же всех озарял и проницал, свободно лиясь через широко распахнувшиеся окна. Как и где проявлялся свет Духа Святого в апостольские времена? Мы говорили уже о тех, как бы праздничных моментах общинных церквей, когда навещали их апостолы. Это было опять повторение огненного состояния первоначальной церкви. Радость была совершенна. Все и все горели в любви. Галатам 4.15 Как вы были блаженны, свидетельствую о вас, что, если бы возможно было, вы исторгали бы очи свои и отдали мне. Чудеса творились непрерывно. Апостол Павел куда ни приходил или воскрешал мертвых, или исцелял людей, поражавших своим природным уродствами. Вообще чудеса превосходили все, чем можно удивить разум человеческий. Побеждалось пространство, как пример можно указать в случае с диаконом Филиппом. После крещения Евнуха, царицы Ефиопской, которого он встретил по повелению Божьей на дороге из Иерусалима в Газу, Филиппа восхитил, то есть перенес, ангел Господень. И он внезапно оказался в Азоте, где-то очень далеко от этого места. Чудеса творили даже платки и пояса апостола Павла, когда их возлагали на больных и одержимых. Чародеи, которые немало дивили народ своей магией, всегда не только побеждались, но и сами переходили в веру Христову. И столь сильно были поражаемы тем, что видели и слышали, что в Эфесе, например, сожгли на площади все свои книги на 50 тысяч драхам. Какая разница в духе со средневековой церковью? Здесь они сожгли свои книги от любви ко Христу, там их сожгли бы во славу церкви. В обычное время церкви, когда гостей не было, местом явлений силы Духа Святого были вечери любви, собрания общины. Собрания были постоянны. В учении 12 апостолов сказано, каждый день стремись к общению со святыми. Святыми назывались все члены общины, дабы найти успокоение в их словах. И в другом месте. Учения часто сходитесь вместе и следуя, что полезно душам вашим. Что же происходило на этих собраниях? Так определенно названных вечерями любви. И опять следует повторить. Трудно, почти невозможно, теперешним христианам понять чувства на этих собраниях церкви. Трудность понимания прежде всего коренится в характере наших собственных общений. На храмовых службах, на собеседованиях по интересующим нас вопросам духовных, наконец на наших домашних собраниях, друг к другу, прием гостей. Все это до такой степени для нас разное, что иным покажется даже нелевым соединение всех этих собраний в одно. Мы везде разные, с разным состоянием, как бы и сами по себе раздробленные и в общении друг с другом не соединяющиеся. Чтобы из противоположения яснее понять чувства древних, дадим характеристику наших нынешних общений. В церкви духовная значительность литургии чувствуется всеми молящимися, пришедшими в храм не в силу привычки и не по долгу службы, как было нередко в империи, а ради Христа. Но умиление сердца испытывают только некоторые, и то не во все времена литургии, чаще как мгновенное озарение, которое невозможно сохранить и удержать. Состояние же неописуемого счастья от ощутимого присутствия Бога и любви и глубочайшего умиленного единения со всеми молящимися есть чувство, ныне исключительное, почитаемое откровением. Характерность нашей молитвы в храме есть переживание ее как личного чувства без слияния со всеми молящимися. Эта неслиянность соответствует и всему строю церковной службы. Клир, как бы отделенный от народа, алтарем и даже различим одеждой, совершает служение, а каждый из нас присоединяется к нему, а может и не присоединяется, как угодно. Даже не исполняется мысль Творца или другие. Не мы отвечаем священнику, а оторгнувая от нас ничего общего с нами не имеющий хор, который мы можем слушать просто как пение. Это чувство разъединенности, одиночества в храме наиболее испытывает столь тотчас по окончании службы. Мы выходим из церкви, как чужую друг другу, холодно оглядывая тех, с кем только что вместе совершали жертву любви. Даже знакомые, здоровые, серазговаривая принимают любезный и светский тон. Другие же стараются бережно унести с собой частицу, коснувшегося их сердца, благодатного света, как будто без любовного общения с братьями возможно сохранить этот свет. Мы боимся показать чувство любовной близости к братьям, даже если оно зародилось в нас, ибо это в высшей степени не принято. Чрезвычайно редко чувствуется любовь к нам и в речах преповедников. Они разъясняют нам сам вон различные катехизические понятия или уязвляют нас нашими грехами. Напоминать о грехах хорошо, но не пугая ответственностью, а воспламеняя сердца любовью ко Христу и к ближним. Наши доклады о вопросах веры и обмен мнений есть по большей части высказывания нами тех или иных мнений. Блеской мысли стараются заворожить пустыню сердца, различь друг друга. Откровение, что есть заполнение сердца при наполнении духовной пищей ума, чудо Духа Святого, есть нечто неслыханное в наших дискуссионных собраниях. Еще меньше любви, ибо здесь уже есть и чистая злоба на наших домашних собраниях, прием гостей. Наши беседы чрезвычайно трудно удержать от всегдашнего, как бы наклона их, от чем бы ни шел разговор к осуждению ближнего. Речи становятся оживленными и даже пылкими, когда собеседники наталкиваются на возможность осудить брата, конечно, не присутствующего. Хорошо это выражено у Льва Толстого. Разговор, не вязавшийся, усыновился, попав на злословие. Каждый имел, что сказать, в осуждении и о смеянии несчастной, мальтищевой, и разговор весело затрещал, как разгоревшийся костер. Все это в кавычках. Все вышеизложенное свидетельствует, что в нашей общественной жизни, включая и храмовую службу, почти отсутствует благодать, ибо там, где благодать, непременно есть горение любви друг к другу, люди живут и дышат воздухом любви. Да приедет благодать, да придет мир сей, Маранафа, Господь идет. Эти молитвенные слова из учения 12 апостолов следует понять не только как прошение, но и как самый дух собраний церкви времен апостольских. Чудесным действием Духа Святого Все пришедшие на общение церкви как бы уносятся из пределов земного мира с его ограниченностью и косностью. Непрекращающиеся явления силы даров Духа Святого, откровения, знамения, чудеса, пророчества переисполняют в сердце ум и чувства. Все, что происходило на собраниях, не было ни заранее предусмотрено, кроме трапезы Евхаристии, ни планомерно проводимо. Наитие благодатных сил было столь велико, что с ними трудно было справиться. Имевшие дары, озаренные светом, спешили передать их собранию. Поэтому апостол Павел, заботясь, чтобы всем поучиться и всем получить утешение от имеющего Духа, предлагает соблюдать как бы очередь. Все по очереди можете пророчествовать. Хотя это и трудно, ибо откровения бывали неожиданными. Поэтому он заключает 1 Калифинам 14.30 Если же другому из сидящих будет откровение, то первой молчи. Вечер начинался с трапезой, вкушением пищи и преломлением хлеба в память тайной вечери Христа. А завершалось питьем из чаши, чашу после вечера. Хлеб и вино притворялись в тело и кровь Христа. Ревнителям нынешнего церковного порядка утверждают, что Евхаристия во времена апостолов была отделена от кушения пищи на трапезе. Но и это явно противоречит апостолу Павлу. 1 Калифинам 11.20-34 стих. Апостол Павел просит своих младенцев во Христе Калифиан, недавних язычников, привыкших к иным пешествованиям, чтобы они голод сей утоляли дома. И разъясняет 1 Калифинам 11.26 Павел предупреждает 1 Калифинам 11.27 «Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Апостол даже прямо указывает на реальные последствия недостойного отношения к кушению вечера Господней. 1 Калифинам 11.30 «Оттого многие из вас немощны и больны и немало умирает». И это последнее свидетельствует о силе благодати того времени, то есть чрезвычайной близости к Богу. Они как бы обжигаются огнем присутствия Божия. Из всех посланий апостола Павла в 1 Калифинам сделано замечание на неправильное понимание вкушения трапезы Господней и виновные, получив апостольское наставление, точно шпакаялись с великим плачем, как сказано во 2 Послании Калифинам. Очевидно, в эти времена во всех церковх понимали серьезность совершающегося. Иначе как могло быть столь великое излияние дорог Духа Святого на собрание. Конечно, бывали израки случаи, о которых сообщает апостол Иуда. 1, 4, 12 стих. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Впоследствии, когда с таким трудом стало бороться, вечер любви были прекращены. В учении 12 апостолов сказано, как правило, «Собираясь вместе и переломляя хлеб с благодарением, исповедуйте наперед прегрешение ваше, дабы была чиста ваша жертва Богу». Это соединение со Христом через Евхаристию было великим и радостным событием каждый вечер любви. Представим себе еще раз, что это соединение не было богослужением в храме, заранее известным ритуалом. Это было живое общение, и все сидели рядом с друг с другом, не заняты строгим порядком обычных молитв и действующих священнослужителей, а как бы непосредственно погруженные умом и сердцем в тайну совершающихся. Тело и кровь Христа соединяли всех любовью к Богу и ближним. Сердца были полны словословия и благодарения. Причащавшиеся в восторженном умилении созерцали друг друга, и руки как бы сами простирались к объятиям святым. «Приветствуйте друг друга лапзанем святым», восклицает апостол. В чем выражалась главным образом власть апостольская? В том, что они ею не пользовались, не властью, а любовью побеждали сердца и привлекали их ко Христу. 1 Канимфина, 9 глава, 20 по 22 стих. Апостол Павел Отказывается от самого себя ради других Для всех я сделался всем Принадлежит кому угодно Только не себе Мучительнейшее состояние для человека Жертвовать не чем-нибудь из своего А самим собою до конца Пользуясь своей властью Апостолы могли бы присоединить И к церкви гораздо больше Даже всех Труд апостольский был не в том Чтобы они благовествовали о Христе Они не могли не благовествовать Ибо Дух Святой говорил их устами Но труд их был в том Что имея власть покорить всех Они никого не покоряли Покоряли кроме охотно принимающих благовестия Труд в полном бездействии своей власти Господь Иисус изгнал торгующих Не как власть имущий А как благочестивый прихожанин Возмущенный беспорядками в храме И бездействием надирателей За церковным порядком Невозможно теперь нам самим вернуться К первоначальному строю церкви Как проповедуют некоторые сектанты Необходимо хранить церковь в том распорядке Как получили мы ее при нашем рождении Только Господь Иисус Христос Всесокрушающим воздействием благодати Может разрушить несовершенный порядок И дать создаться новому в любви Впрочем некоторые ныне полагают Что церковь первоначально явилась в зачатывающем состоянии Но постепенно развивая свою организацию Достигла великого могущества Нет, церковь Христова сразу была явлена в полной силе Славе и свете Когда огонь, который Христос приходил Низвести с неба Возгорелся на земле День Пятидесятницы И можно сказать напротив Чем больше нуждается церковь в организации Тем более знаменуется ее духовное обнищание Потеря огня Высшие силы, высшие силы Действующие в церкви великой благодати Творили то, что церковь не нуждалась в земной организации Основанной на дисциплине Полное подчинение младших старшим Дисциплина приходит, когда проходит любовь Во всяком труде человек как бы находит себя Когда вступает на творческий путь Из состояния ленивого, будничного, тяжелого От какой-то тяготеющей над ним бессмысленности Подневольной работе Поденщина Он становится легким, радостным Творческий путь – праздник Куда бы ни пошел Творец Не отвлекся иной заботой Он торопится обратно в свой внутренний мир Полный огня, непрестанного веселья В течение дня и ночи Блистают, загораются в новой мысли Продолжается творческий процесс Жизнь полна, счастье найдено Степление к творчеству заложено в глубине души каждого человека Если оно почему-то либо не осуществляется То человек томится, страдает Тоска по творчеству различной испытывается У одних как редкий вздох о чем-то невыраженном в душе У других как страдание от недостатка таланта Напрасно думать, что так называемая недоразвитость Означает неспособность к творчеству Дело в том, что под творчеством В земных условиях обыкновенно, разумеется Воплощение, материализация Умение передать нечто внутреннее В слове, звуке, чертеже, в цифрах и тому подобное И так далее Обладающий таким умением и называется даровитым Здесь коренится жестокость неравенства в людском обществе И начало превозношения от них И зависти, ненависти и отчаяния у других У одних все счастье, у других безнадежность Как презрительно называют ее бездарность Но именно потому, что жажда творчества Утомляемая или неутомляемая Живет в душе каждого Надо думать, что творчество не есть только материализация А некая духовная способность Еще не вполне открытая Человек создан по образу и по подобию Творца Небесного Что значит творчество в божественном смысле? Это то и не открыто до конца Сотворенно слово апостола Иоанна 1 Иоанна 3.2 Возлюбленные Мы теперь дети Божии Но еще не открылось, что будем Знаем только, что когда откроется Будем подобны Ему Потому что увидим Его, как Он есть Наши же общие знания Нам самим добытые нами Есть только фикция Вымысел, предполагаемые знания, гипотезы Они никогда не имеют абсолютного значения А всегда текучие, изменчивые и неверные По поводу наших знаний можно выразиться так Человечество живет ощупью Не зная самого главного Того, что Кант назвал Вещью в себе В кавычках То есть всегда оставаясь перед какой-то Никогда не раскрывающейся тайной Человеческая мудрость Называет Ограниченным того, кто верит в незыбленность Научной истины И напротив признает самым глубоким Человеком того, кто сомневается Во всех полученных от человека знаниях Мудрость же Божественная называется Праведным Называет праведным того, кто никогда не сомневается В истинах, открытых Ему Богом Авраам поверил Богу И это вменилось Ему в праведность О самых достоверных человеческих знаниях Высшая человеческая мудрость говорит Да, может быть это так А может быть и иначе Итак, грехопадение прародителей Не только не сделало человека Богом В смысле знаний Как ему было обещано змеем Но напротив, лишило его понимания Что такое знание и где его искать Если не искать в Боге Мы не вышли на свет А попали в потемки И там бродим Изгнание из рая Породило в душе человека Два различных желания Одно желание Вернуться к Богу Тоска жить в мире без Тоска жить в мире без Бога Воспоминание о блаженстве Бытие с Богом Отвращение К прочному устройству На земле праха И другое желание Надеясь на свои силы Попытаться возможно удобнее Устроиться на этой земле И так, чтобы ни от кого Не зависеть и жить Не отдавая никому отчета В своем поведении Свет искусства Приятно уязвляет наше сердце Завораживает, заполняя время Нашей недолгой жизни Святитель Григорий Богослов Говорит о музыке Никогда не расслаблял я сердце Музыкальными звуками Нежно потрясающими слух Лермонтов о свете искусства Сказал Сиял он тихо, как звезда Манил и звал он Но куда? Мы говорили, что творчество Есть изначальные свойства человека Творя, человек испытывает Глубочайшее удовлетворение Однако для творца человеческого Только процесс творчества Дает счастье То есть моменты, когда он душой своей Погружается в огонь Духа Святого Интуиция Но окончание труда Наводит грусть Как бы разочарование Миг вожделенный настал Окончен мой труд многолетний Что же непонятная грусть Тайно тревожит меня? Я стою, как Поденщик ненужный Труд Пушкина Труд кончился И свет в душе погас Туалет не слышит Ответной творческой радости В душе ближнего Пустота сердца Временно Наслаждавшегося Игрой в божественном огнем С божественным огнем Поэтому для земного творца Перерыв в творчестве Безысходная мука По окончании одного произведения Его неотступно тянет К созданию следующего Напротив Творчество истинное Урожденного свыше Исполняет душу Не приходящий Божественной радостью Удовлетворение хвалы Творец испытывает В душе ближнего Ответную радость Ибо соединен с ним Любовью во Христе Причина этого в том Что художники Писатели Не в состоянии Понять и увидеть В жизни людей Сияние добра Поэтому так называемые Положительные типы Почти никому не удаются Быть может только у одного Диккенсона Была чудесная способность Создавать образы Сияющих добротой людей Обыкновенно самых простых Ничто иное Как именно Высокая художественная Литература Которая по виду Учит добру На самом деле Околдовывает Сердце соблазна Мира сего Сердце юноши Душевно воспитана Художественной литературой Жаждет тонких И сложных переживаний Перед его духовным взором Волнуется огромный Таинственный мир Полный неиспытанных Им чувств Сердце сладостно Томится в предчувствии И он заранее Ненавидит все Что может помешать Ему насладиться Богатством мира Нежелание трезвиться А потребность Опьяняться Вот что прививает Людям Цвет культуры Художественная литература Говорят Культура Облагораживает людей Да Она в каком-то смысле Делает человека Более тонким Более вежливым Более любезным Более чувствительным Внушает отвращение Грубым приемам И все пороки Теряют свое видимое Злое обличие Становится Незримым жалом Отчего Конечно Не делаются Менее ядовитыми Лев Толстой Сознался Однажды Что он завидует Всякому Новому таланту Имеющему успех Желание Единоличного Пермства Навсегда Дабы избежать Любви к ближнему Изобретена Новая мораль Которую Ницше Формулировал Так Ближнего Ненавижу А дальнего Люблю Мысль из Зостоевского Любовь К дальнему Так Что произошло В день Сошествия Святого Духа Было Полной Неожиданностью Новым В мире Ничего Не повторявшим Было Рождение Новых Людей Каких Никогда Не было На земле С новым Сознанием С новыми Силами С новыми Чувствами Если Привести Пример Любовь Не была Известна До сих До сих Пор Ее не имели Ни патриархи Ни моисей Ни даже Давид Никто Из пророков Это Ясно Заповедь Новую Даю Вам Да Любите Друг 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 Жизнь Которая Открылась Человеке Была Не по Поучениям Христа А по Вспоминаниям О Его Образе Жизни Обо Христе Изречения Господня Я Есмь Путь Истины И Жизнь Не Были Чем То Что Нужно Было Достигать Чему Можно Было Учиться А Было Вселением Истины Пути Жизни В Человека Как Ее Собственный Путь Его Собственная Истина Его Собственная Жизнь И Только Одно Осталось Прежним Человек Имел Свободу Оставить Эти Новые Путь Истинную Жизнь Повторим Для Ясности Оставляя На земле Своих Учеников Христос Не Сказал Им Теперь Начинайте Жить Как Я Вас Научил Он Только Предупредил Их Ждите Обещанного И Послушно Его Слово Ученики Небольшая Группа Людей Человек Около Ста Двадцати Церковь Христова Еще Нерожденная Затворили В тесноте Горницы И Как Бы Перестали Жить Старое Кончилось А новое Еще Не Начиналось И Вот Свершилось Было Ли Это Исполнение Обещанного Нет Обещанное Есть Нечто Предвидимое Свершилось Чего Обещать Нельзя Бог Явил Себя Как Любовь Безмерная Непостижимая Человек Изменил Богу Отдался Во власть Дьяволу И Род Человеческий Навсегда Становится Бессильным Вернуться К Богу Для этого Необходим Новый Род Людей Бог Делается Человеком Чтобы Начать Свой Род На Земле Христос Второй Адам Избрав Первоначальную Свою Церковь Господь Посылает Ей В день Сошествия Святого Духа Не Помощь А Совершенство Иначе Сказать Возвращает Людей В рай Полному Несовершенству И Совершенной Немощи Дарованы Полная Мощь И Совершенство Делаем Вывод Что Священники Нам Только Братья Но С Большой Ответственностью И Мы Можем С Ними Говорить Уважая И Ценя Их Чтобы Они Не Погибли Но Не Льстить Им Они И Так Утопают В Сверх Почтении Старушек Как Говорится Залезали Их Стихотворение Пророк Пастух Из Мирной Тихой Колыбели С Цветущих Пажитий Отцов Где Светлой Радостью Звенели Кеноры Лютни И Свирели В Шатрах Фикойских Пастуков Он Вышел Полон Дум Свободных Он Стал На Торжащих Народных Из Высоты Сионских Скал Пророка Голос Прозвучал Дорогу Глашатую Правды Великой Свободы Простора Словам Пастуха Возрите Ослепшие В зависти Дикой Внемлите Питомцы Греха В отверстых Устах Моих Буря Клокочет Кто Буря Господней Внимать Не захочет В словах Моих Гнев Саваофа Гремит И кто Же Под громом Его Устоит Я Слышу Под гнетом Тоски И тревоги Мы Бродим Во тьме Роковой Без дороги И падаем В прах Перед силой Врагов Сион Мой Сион Логовище Волков Не вы ли Свободное Слово Сковали Не вы ли Неволе Неволе Постыдные Затворы Под ним Под ними Свобода И правда Лежат Господь Возглаголит И долы И горы От гласа Его Задрожат Раздастся Ли Рыкани Льва На дубравой И не Затрепещет Газель На горах Труба Загремит Ли Предбитвой Кровавой И страх Не подымется В робких Сердцах Вскипит Ли Под бурей Угрюмое Море И парус Не дрогнет На утлом Челне Господь Возглаголит О горе Вам Горе Не слышите Ли гром В небесах Внемлите Ж Внемлите Ж Противны Мне праздники Ваши Мне слышится В гимнах Проклятие И стон Слезами Страдальцев Наполнены Чаши И кровью Невинных Ваш хлеб Обогрен О горе Вам горе День мести Настанет Господь Ополченный Грозою Воспрянет И солнце Померкнет В полуденный Час И мраком Пахнет С беспощадного Неба И голод И жажду Пошлет он На нас И будет Тот голод Не голодом Хлеба И будет Та жажда Не жаждой Воды Но голодом Правды Но жаждой Свободы Из мрака Неволи Невзгод И вражды Пойдут От востока К закату Народы На полдень На полнич Пойдут И будут От края До края Вселенной Искать Этой правды И воли И воли Священной На горе Нигде Не найдут Но горе Нигде Не найдут За то Что пророков Неволей Томите Их Очи Закрыты Уста Их Молчат Откройте Темницы Затворы Сломите Под ними Свобода И правда Лежат С.фруг